Значит так, короче, сейчас я говорю, что мы делаем. На самом деле хочется рассказать о пиле раскладной Fiskars. В чем же ее фишка? Ну, помимо того, что она раскладная. Обратите внимание на некоторый изгиб формы, да, геометрии. Очень удобно держать двумя руками и обороняться от медведей. Также вот от гопников можно обратным хватом, и вам нож особо не выбьет пилу, потому что вас снизу под руку не ударить. То есть вот зачетный момент такой-то. На самом деле, реально, если подбросить в сторону шутки, то она очень похожа на орудие, которым в случае каких-либо, не дай бог, неприятностей вполне можно обороняться. Ну, по крайней мере, не от медведя, конечно, это бред, но от волка или от какого-нибудь шакала, ну, я бы не постеснялся бы этой штукой обороняться. Да и от каких-нибудь, мало ли, прижмет, бывают всякие люди, встречаются в дороге. Как вариант, можно, можно. Но перейдем к утилитарным, сугубо утилитарным функциям этого предмета. Это пила. Пила, причем, достаточно неплохая. По дереву она, естественно. Она со скругленным кончиком, чтобы нельзя было как-нибудь уколоться, повредиться. Зубчик очень классно пилит и в руке сидит удобно. Ну и вообще, это фискаревая пила, которая с пластиком-фискаревым, насколько я знаю, никогда ни при каких условиях проблем не бывает. Вот единственный недостаток ее, это, конечно, космическая цена и, ну, достаточно порядочный вес. Но если сравнивать, например, с цепной пилой, обзор, который был на заре канала, у нее есть преимущество. Ей сильно удобнее пилить. Ну и недостаток, потому что достаточно короткое лезвие, всего 250 миллиметров, и, соответственно, ну, максимальный диаметр ствола где-то примерно 20 сантиметров, который вы сможете спилить. Вот, извиняюсь, вот такой ствол, как вот висит береза, да, этой пилой, ну, уже, наверное, не перепилить. Складывание производится вот таким путем. Здесь зажимной верньер. Вы откручиваете, закручиваете, и у вас все держится. При этом, когда в сложенном состоянии вы складываете пилу, у вас здесь крючок, чтобы можно было повесить и не потерять. Удобно. Когда вы ее открываете, соответственно, этот крючок уходит внутрь ручки, и он защищен от всяких травм при пилении. Давайте теперь я покажу, как ей, насколько хорошо она пилит. Это вот упавшая береза, пилить живую, естественно, нет никакого смысла для видео. Сейчас я продемонстрирую. Здесь вот такой диаметр ствола, ну, где-то сантиметров 10. Давайте посмотрим, насколько быстро я его перепилю. Сейчас я даже по секундомеру. 12 секунд. С учетом того, что я еще ломал ее, поджало пилу. Реально удобная штука. Она клево в руке сидит. Вот если видно было, я вот так ее держал, чтобы дать дополнительную нагрузку, а не вот таким хватом. То есть удобно пилить функционально. И я бы пренебрег бы весом. Единственное, что меня останавливает от приобретения этой пилы, это ее стоимость. Все-таки 3,5 тысячи. Это оправданно, потому что здесь хорошее лезвие, которое не ржавеет, которое будет пилить вам ни один сучок, и после этого не развалится. Хороший пластик, но, сука, дорого, дорого. Я не готов пока заплатить такие деньги, но надо присматриваться, потому что пила реально удобная. И всем рекомендую присмотреться. А уж приобретать или нет, выбор за вами. Прям такие эпичные листья падают. Выбор за вами, дети мои! Ну, как-то так. Мало падать, надо больше. Надо было еще Борю попросить сверху листьев покидать грязи там. Я думаю, с удовольствием это сделал бы. Ладно, все. Я Алексей, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки. Расскажите, пользуетесь ли вы каким-нибудь из спил. Цепной, струнной, складной, может, вообще двухручную с собой носите. Это будет забавно. Я Алексей, бай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова